МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель международного фестиваля Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович. Оля, очень рад вас видеть. Добрый вечер. В Москве завтра стартует главное музыкальное событие весны. Это 6-й международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Я хочу вспомнить одну фразу, которую очень много лет назад великий композит Сергей Сергеевич Прокофьев сказал тогда юному начинающему музыканту Мстиславу Ростроповичу. Жить нужно так, будто идешь по тунелью с вытянутой рукой, с фонариком. Вы помните эту фразу прекрасно. Как она продолжается? Она продолжается. Интересно, что вы заговоряли об этом. Потому что действительно, эта фраза, которую мне папа всегда... Он очень часто любил ее повторять. Очень часто повторял у нас в семье. И, в общем, так, как бы, знаете, в этом... Это была суть нашего воспитания моей и моей сестры. И, в общем, сейчас этот фонарик... Как он говорил папа? Он говорил, что Сергей Сергеевич ему сказал, что, Славочка, ваша жизнь должна быть такой, что как будто вы идете по туннелю с фонариком на вытянутой руке. Вот вы его видите, а дойти до него никак не можете. И вот таким фонариком сейчас для меня стали мои родители. Их критерии, их требования. Вообще вот их жизнь. Потому что, когда они оба жили и были рядом со мной, как-то, знаете, это, ну, родители, великие люди, конечно, это понимаешь, но все равно родители есть родители. Это семья, это что-то очень близкое, это что-то очень дорогое. Но это не что-то, что ты... К чему ты обращаешься постоянно. Это есть и есть. Ну вот, применительно к фестивалю, ведь это огромная ответственность. Это сотни контактов не с российскими музыкантами, а с крупнейшими международными агентствами, с великими именами. Вот эта фраза применительно к таким, казалось бы, совершенно предметным, даже хозяйственным делам. Она помогает? И ты тоже ведь не знаешь, чем все это закончится. Вы знаете, нет, она помогает, она не помогает, но ты все время держишь вот этот свет в конце туннеля. То есть ты знаешь, что нужно делать так, и не искать какого-то выхода. То есть нужно именно вот к этому фонарику, а не стараться пойти, потому что увидел какую-то маленькую щелочку где-то направо или где-то налево. И это очень непросто, особенно сейчас, потому что, когда мы говорим о программе нашего фестиваля, все-таки мы задали с самого начала очень высокую планку. Эта планка, мы ее стараемся держать и держим. И держим. И сейчас это все сложнее и сложнее, потому что все, конечно, как всегда упирается в финансирование. Мы вынуждены были отказать. Два концерта Санта Чичили и Папану. И хор должен был приехать. Для меня лично это было большое горе, потому что я этого концерта ждала два года. И Папану, конечно, он очень востребован, очень занятой дирижер, но это был хор, и это был немецкий реквием Брамса, который я очень просила, чтобы он не спал. Папа всегда говорил, у нас все будет хорошо. В это надо верить, да. В это надо верить. Имена замечательные на шестом международном фестивале. Это и Юрий Тимирканов, это и Зубин Мета. Дальше мы поговорим чуть предметнее, но я очень хорошо помню, что на второй фестиваль Мстислава Ростроповича вы уже привозили этот замечательный, интереснейший коллектив из Италии. Многие ждут его выступления сейчас. Итак, это симфонический оркестр Маджо-музыкалья Ферентино. Да, то есть ферентийский музыкальный май. Этот коллектив уже 30 лет бессменно возглавляет Зубин Мета. Что в этот раз они привезут? В этот раз, надо сказать, что после очень, так сказать, значительных изменений в программе, но значительно такой степени, что она просто стала совсем другая. Скажем так, мы пришли к тому, что программа будет русская. И изначально, сейчас уже скажу секрет, поскольку... Завтра открытие же можно. Завтра открытие, да. И изначально программа должна была быть французской. Но после того, как ко мне в Баку приехал наш замечательный, талантливый пианист Борис Березовский, и он тогда играл второй концерт Рахмалина. Я знаю, что он играет все концерт Рахмалина, но мне захотелось его соединить с Зубином Мета. Мне показалось, что это может быть интересное такое соединение. Поэтому я позвонила, я сказала, что я бы хотела, чтобы в первом отделении или во втором прозвучал третий концерт Рахмалина вот с этим пианистом. Ну, конечно, он не хотел ни в коем случае менять программу. Я уговаривала. Потом выяснилось, что при той французской, так сказать, ситуации, которую он создал для этого, программы этого концерта, никак не вписывался в концерт Рахмалина. Поэтому он просто человек такой, знаете, радикальных мер, он просто все переменил с ног на голову. Поэтому теперь у нас русская программа. Вот. И у нас прозвучит шестая симфония Чайковского, третий концерт Рахмалина. Патетическая. Да, патетическая. И мусоргский рассвет на Москве-реке. Но интересно, что это была любимая, одна из любимых симфоний папы. Он ее много дирижировал, часто дирижировал. И потом все-таки 175 лет Чайковскому. Поэтому как нельзя, более кстати получилось. Хотя мы об этом не думали, скажу честно. Интересная задача переубедить Зубина Метту. Хрупкая, очаровательная женщина. Нет, не убедить. Я просто убедила, что нужно именно этот концерт, именно с этим пианистом. А дальше все пошло. Как теперь быть? Завтра большой зал консерватории. День рождения Мастислава Леопольдовича. И на этой прославленной сцене заслуженный коллектив России, симфонический, академический, симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под руководством Тимирканова. Этот коллектив всегда ждут... Кстати, он вошел в десятку лучших оркестров мира. Поэтому этот коллектив всегда ждут на лучших концертных площадках. Что завтра прозвучит? Завтра прозвучит концерт Брамсас для скрипки с оркестром. Исполнять будет Баранов. Это молодой скрипач, который часто выступает с Юрием Хатуючем. Поэтому Юрий Хатуюч... Вот это было его решение, Юрия Хатуючева, пригласить этого замечательного скрипача, концерт Брамса. И дальше во втором отделении прозвучит по моей просьбе симфонические вариации Эльгара, Энигма. История этого тоже достаточно, так сказать, интересная может быть, потому что на самом первом фестивале, на котором вы были, и тогда на бис Юрий Хатуюч исполнил одну маленькую-маленькую вариацию из Энигмы. И это было такое потрясение, ну, для меня, в всяком случае, и музыкально, и эмоционально, для меня это было просто абсолютно его общение, я имею в виду, Юрия Хатуюча с моим, только что тогда недавно ушедшим отцом. Поэтому я это слушала с замиранием сердца и в слезах. И я именно в тот день сказала себе, что все-таки надо обязательно привести Юрия Хатуюча с этим, с этим замечательным симфоническим вариациям. Но это было непросто, потому что он не очень хотел исполнять это произведение, поскольку он играет его довольно часто. Но, к сожалению, не в Москве, а в других странах и в других странах мира. Ну, вот мне удалось его, так сказать, он услышал меня, и я очень благодарна, что он согласился на мою просьбу. Я очень хорошо помню этот первый фестиваль и это выступление в колонном зале Дома Союзов. Все растворилось. Все растворилось. И причем вообще, было ощущение, что человек даже, я не знаю, не дириживый, он просто стоял. Он просто стоял. Что происходило впереди с его, я не знаю, что это было, но это было удивительно, именно общение, какое-то общение с кем-то. Когда была мистика невообразимая, зал действительно растворился, перестали существовать чины, регалии, все стали какими-то душами раскрытыми. Все плакали одними слезами. Слезами, да. Это удивительно. Удивительно, что на этом фестивале наряду с самыми именитыми музыкантами вы пригласили поучаствовать совсем юных музыкантов. Это пианист и это девочка, играющая на виолончели. Чем они заслужили такую честь? Ну, во-первых, они очень талантливые. Саша Малафеев очень талантливый, замечательный пианист, лидер Мишфири, замечательная виолончелистка. Вы знаете, я, конечно, понимаю, какой риск я беру на себя тем, что я в программу такого фестиваля международного и очень серьезного включаю двух молодых юнгов, никому неизвестных музыкантов, да еще в Большом зале консерватории. Поэтому, конечно, давление и напряжение на них невероятное. Но, с другой стороны, надо понимать, что это фестиваль, который носит имя папы. И для папы всегда очень важно. Было воспитание молодых музыкантов. Он создал фонд для того, чтобы помогать молодым музыкантам. То, что он хотел, то, что он хотел бы видеть. Не говоря о том, что все-таки надо понимать... Тоже, ведь все-таки мы не вечны. И на кого-то должна опираться наша культура. И этим ребятам надо дать шанс. А в то же время музыки какие регалии? Ведь ваш отец вслед за Шостаковичем повторял, что мы все солдаты музыки. Мы все солдаты музыки. А, кстати, вот концертина, которую исполнит Лизера Мишфили, которая сейчас уже учится в Кронберге, я ее устроила в академию. Она занимается у Франца Хельмерсона. А это же ученик, по-моему. Да, да. Как раз Мстислав Леопольевич. И она исполнила концертина Прокофьева, которую Прокофьев не успел закончить. Он его начал в декабре 52-го года, сразу после симфонии концерта, который он посвятил отцу. И эту концертина он начал сразу после декабря, а уже в марте 53-го он ушел из жизни. Поэтому он успел, так сказать, а поскольку папа присутствовал все время при сочинении этого произведения, он по наброскам и по усинам... И папа дописывал. И папа мало того что дописывал. То есть он дописал как? Это половину первой части и вся третья часть. Ну, естественно, там оркестровка и вся редакция, это все принадлежит отцу. Поэтому в этом тоже будет такая некая символика в этом концерте. Вот, к слову, солнечный и вдохновляющий талант Мстислава Леопольдовича Ростроповича подвиг величайшие композиторские имена на написание специальных виолончельных произведений, в том числе большинство из них были как раз ему и посвящены. А фестиваль каким-то образом стимулирует сочинительство? Может быть, сделать какой-то проект, когда под имя Ростроповича современные композиторы, молодые, да, господи, возраст не имеет значения, писали бы, ну, что называется, именные сочинения. Такого нет? Вы сейчас дали грандиозную идею. Это очень хорошо. Замечательная идея. Будет сделано. Кто из учеников будет принимать, непосредственных учеников Ростроповича будет принимать сейчас участие в фестивале? Будут такие? Да, в этом году. Ну, Трульс Морк у нас будет замечательный виолончелист. Говорят премии Грэмми. Да, за исполнение Суит Бриттона. Но он никогда непосредственно с папой не занимался. Но он занимался у Натальи Шаховской, это ученица, и у Франца Хельмсона. Поэтому это, так сказать, два. И он действительно, вот в этом смысле, он продолжает именно традиции папы. Моцарт и Бетховен на своих фортепианных концертах одновременно выступали и в роли солиста, и в роли дирижера. Мы знаем, что вы пригласили в Москву Рудольфа Бухбиндера, это изумительный пианист и дирижер, и в Большом зале консерватории он также, подобно венским классикам, будет совмещать? Да. А вы знаете, между прочим, сейчас он, конечно, очень популярен в России, он часто приезжает, но в Москву первые привезли, привезла Бухбиндера сюда я. Это был второй фестиваль. Это был второй фестиваль, и он впервые приехал тогда в Москву. Вы знаете, вообще, как он приехал в Москву? Ну, это отдельная история. Потому что, когда он приехал ко мне в Баку с Зубиным метой, и он приехал, у него, вот это был разгар, я не знаю, это было тогда еще в декабре фестиваль у нас был, это был разгар зимы, такой шторм, что он потерялся между Турцией, он летел из Альцбурга, он летел два с половиной, три дня. Наконец, прилетел в пять утра, потерявший абсолютно свой чемпотан, но безнадежно, поэтому приехал просто в охотничьем костюме, очень элегантный. Но, а концерт уже в этот день, поэтому он не хотел играть, пока он не дождется фрака. Но мы дали ему понять, что фрака он может не ждать, потому что фрака просто не будет. Наконец, мы его уговорили, чтобы он сыграл концерт, но когда он начал свою репетицию за пять минут попробовать, он, значит, играл императорский концерт Витхоена, после грандиозного вступления, значит, он, нету звука, что случилось? А звука нет, у Сейнвэя просто нет, потому что там решили погладить рояль утюгом, потому что показалось маэстрам, это что немножко звонкий, слишком верха, он просил верха чуть-чуть убрать у рояля. Поэтому гладили утюгом, и звук пропал окончательно, поэтому мало того, что он был в охотничьем костюме, он просто уже был без рояля. Вот, значит, что делать? Мы говорим на строй, человек в Баку спрашивает, слушайте, ну, звука просто больше вообще нету, априори, его не существует. Он говорит, ну, я тогда еще поглажу. И он стал гладить эту самую клавиатуру, у меня есть фотография, где он это гладит. Значит, маэстро, значит, Зубин, когда он удивленный в сердце, у него брови просто вот так вот, он стоит с бровями, мы все смотрим, что делать, я говорю, а как у вас система? То есть, когда вы один раз погладили, звук исчез, вы погладите еще раз, он появится или как это? Ну, в общем, мы не спорили, короче говоря. Этот несчастный Руди тогда, Букбиндер, я имею в виду, сыграл, я поняла, что этот рояль уже безвозвратно... Шоковой терапии не помогла. Нет, нет, это безвозвратно. Поэтому он играл на рояле Петров, так назывался рояль, который стоял там, как запасная ситуация, в случае, если нужны были репетиции. Он его не пробовал, он вышел в охотничьем костюме, значит, перед этим Зубин сказал, чтобы даже сейчас Зубин с иголочки, красавец во фраке, в смокинге, все, что нужно. Сейчас я хочу представить, что сейчас у нас выйдет вот мой замечательный друг и наш замечательный пианист, который сейчас сыграет нам замечательный концерт. Но он выйдет в костюме, потому что у него, к сожалению, сейчас потерялись все чемоданы. Да, еще маленькая деталь. Вот рояль Стенвей, который, в общем, стоит тут, это не тот, на котором будем играть, потому что он просто не работает. Да, поэтому этот мы еще не пробовали, поэтому просим вас извинить, если не все ноты вдруг будут. Но это был феноменальный совершенно концерт, потрясающий успех. Руди Бугбиндер играла совершенно потрясающий. Но я так сказала в тот день, знаешь, Руди, я тебе должна. Вот все-таки будет концерт, когда ты сыграешь во фраке и на Стенвей. Так и будет на шестом международном фестивале Мстислава Ростроповича. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня в главной роли Ольга Ростропович, и мы говорили о старте в Москве шестого международного музыкального фестиваля Мстислава Ростроповича. Низкий поклон, обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова